Я не рекомендую с собой орудие труда брать, потому что орудие труда, вы будете за него держаться, поэтому мы не будем держаться, мы будем смотреть на нас. И еще, если как только Елена вернется туда, она что тут же теряет? Контакт. Зрительный контакт. Поэтому, Елена, вы можете туда отвернуться только для того, чтобы показать свой замечательный символ. Больше там ничего интересного для вас, и не только для вас, для всех, нет. Итак, раз, два, три. Добрый день, меня зовут Елена, я хотела бы вам немножко рассказать о себе. Мне 29 лет, я закончила два высших образования, первое экономическое, второе юридическое. Восемь лет я проработала с сертификацией, и два года назад я открыла свою компанию. На данный момент я являюсь генеральным директором этой компании. Я пришла на этот тренинг для того, чтобы получить знания дополнительные, которые помогут нам развиваться, которые помогут приносить нам прибыль, нашей компании успешно процветать на рынке, вне зависимости от сложной ситуации в стране. Из личного, я немножко расскажу про себя, я три года назад вышла замуж, полгода назад у меня родился ребенок, маленький сыночек Никита. По поводу своих личных увлечений я люблю плавость, часто хожу в бассейн, иногда занимаюсь английским языком по мере возможности, также читаю нашу православную литературу, мне очень интересно изучают наше вероисповедание. По поводу своего символа я себя ассоциирую со стрелой, которая стремится вверх, потому что я перед собой ставлю цели и всегда стараюсь все достигать, чего бы их ни стоило, порой даже если приходится встречаться в закрытой двери. Ну, а собственно, вкратце о себе я рассказала все, спасибо вам всем за внимание, идем к следующему. Слава хлопает. Добрый день, меня зовут Евгений, я пришел на тренинг для того, чтобы улучшить свои какие-то жизненные качества, понимать свои минусы и плюсы. Я закончил высшее образование, государство муниципальное направление, вот, работал до сертификации в автосалонах около пяти лет, там были очень хорошие мои достижения в плане того, что я сколотил очень хороший коллектив, коллективу стала равномерная работа, самый большой плюс был, потому что на самом деле, реально, работа очень хорошо была отложена. Вот, клиенты шли постоянно. Из моих увлечений, опять же, это авто, автомобили и, соответственно, рыбалка. На автомобиле, ну, с самого начала группа странного жить, рыбалка, я прихожу туда и все сразу становится равномерно, и я от всего отталкиваюсь. И, опять же, по поводу тренинга, хочется действительно узнать свои минусы, понять полностью, как я должен общаться с клиентом, поставить правильную речь, опять же, по поводу кромкости, тональности и всего остального. Всем спасибо за внимание. Здравствуйте, меня зовут Виталий, мне 24 года, ассоциирую себя с знаком УЗ, потому как слушаю людей, люблю слушать людей, о себе, закончил два среднеспециальных образования. Одно выше, наверное, же обучался из профессиональных навыков, более как-то стал открыто общаться с клиентами, тренингами, хочу получать какие-то свои ошибки, ну, наглядный пример того, как я неправильно общаюсь с людьми. Считаю компанию номер один покупком, потому как самая известная компания, ее все знают, и, собственно, куча спонсоров в этой компании. Вот. Собственно, спасибо всем. Итак, добрый день еще раз, коллеги. Меня зовут Антон, мне 25 лет. Себе хочу рассказать, что я закончил российскую дорожную академию. Также в этом УЗе я получил научную степень, где публиковали у меня мой диссертацию в федеральной таможенной службе. Извлечения я люблю экстремальный спорт, это и сноуборд, и лонборд. Также я люблю музыку, что, допустим, покажу на концерты, сделаем рабы. От тренинга я жду, чтобы выявить мои какие-то любые достатки или предотвратить, или их уже искалить. Ассоциирую себя с игропероем. Хочется таким же и сильным, и помогать людям, и что-то здесь больше делать полезно. Ну, очень спасибо за внимание. Всем здравствуйте. Зовут меня, Милан Викторович. Мой первый, мой 6-й, 88-го года рождения. Родился в городе Москва. Проживаю там же. Значит, что касается моих личных качеств. Их достаточно много, но увлечения... В начальной школе у меня были спортивные баллины и танцы. Я занимался им на 13 лет, получил мастер спорта. После чего пришел более взрослый, внешний вид у меня и внешний в мозгах. И, соответственно, увлечения поменялись. Мне начало почему-то нравиться заниматься автотранспортом. То бишь, это легковые автомобили. И, естественно, очень быстро ездить по ночной Москве. Чуть погодя, я женился. У меня прекрасная семья, прекрасная жена, прекрасные родители, прекрасные друзья. И, что самое важное, прекрасная семья, которому уже почти полугода. Зовут его Никита. Закончил Российский государственный социальный университет. Факультет государственного и муниципального управления. В настоящее время получаю еще юридическое образование. Но объясню, почему я нарисовал на сегодняшний день летучую мышку. Она достаточно маленькая. Но почему она? Потому что на сегодняшний день, как вот эта вот маленькая летучая мышка, мышка злобная такая, она появляется только по ночам. Поэтому и приходится все свои дела делать по ночам. Когда семья спит, приходится, ну, зарабатывать деньги каким-то образом. И в нем я на сегодняшний день работаю обычным курьером, помогаю компании Сертлок ездить за документами, привозить документы, ну, по каким-то личным делам. Ну, на сегодняшний день ситуация стоит вот так вот. Поэтому, если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Есть вопросы? Все ясно. Вопросы нет. Спасибо вам за внимание. Ой, какие-то не любят. Сейчас я буду волновать. Хотя вроде все и свои. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мне 34 года. Из своих личных достоинств, наверное, могу отметить только то, что никогда не еще и легких путей, чтобы по жизни так получилось. Всегда я в это окунаюсь, переступаю через себя. Даже сейчас, в данный момент, для меня это какой-то момент переступления себя. Выступать на публику ненавижу. Хотя занималась танцами, выступала, знаешь, такая большая сцена, большой зал, куча народа, и получала большое удовольствие от отдачи зала. Но я могу показывать и делать, но не говорить. Да, или как-то так. Ну, почему? Все, потерялась, потерялась. Тяжело, что мне подкажется. Можно будет пробирать, потому что мне нужна подсказка. Так, из своих достижений. А, про достижения начала и тоже забыла. Да, мои достижения. Увлечения. А, увлечения. Путешествовать люблю, люблю танцевать, спорт люблю. Человек веселый, не знаю, все люблю приводить в шутку, хорошее чувство юмора. Люблю, не люблю негатив, люблю побольше позитива и всегда готова всем помочь, какие-то проблемы разрешить, все что-то. Символ. Мой символ – ракета. Готова всех посадить на свой борт, со всеми дружить. Главное, чтобы мы все шли к одной большой великой цели. Все на ракету и вперед бродить в просторе и… Я не могу. Это очень тяжело. Увлечения. Увлечения образования. Увлечения образования. Увлечения образования у меня есть. Вовлечения до сих пор я свой гитлор не забрала. Он уже прием в институте. Почему-то считаю, что высшее образование – это не цель, а потому что… это просто должное что-то. Да, все на самом деле приходит к нам только что. Чем больше опыта и знаний ты получаешь именно от людей непосредственно, но тем больше… Все, я потерялась. Очень тяжело. Поэтому спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так. Ну, что вам хочу сказать? Что мы с вами очень мужественно сделали первую саму презентацию. И я сейчас хочу задать эту руководину вопрос. Кого вы запомнили? Больше всего. Назовите одного человека, который на ваш взгляд здесь работал, на ваш взгляд лучше всего. Он говорит – это кто? Антон. Антон. Антон, вы у меня… Суперман. Суперман. Да. Я все больше, Суперман. Да, Антон тоже, отборец. Да, Антон. Евгений, прошу прощения. Роман. 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 Это вот мышечка. Я поняла. Да, Виталий. Да, тоже мне нравится. Роман. Наверное, Антон. Антон. Да, Антон. Роман. Роман. Да, Роман. Суперман. Нет, я потом, я в конце. Ну, на мой взгляд, мне больше, честно говоря, понравился Женя. Евгений. Евгений Александрович. А где у нас Евгений? Вот ухо, да? Нет. Стрела? Стрела? Нет. Нет. Да, да, да. Стрела, стрела. Да, ты же стрела, да? А у меня не осталось. А у меня не осталось. А у вас разные стрелы. А, да? Да. Ну, конечно, вы только что выступали. Неплохо было бы, конечно, подписать, мне было бы легче работать. Господа, итак, у нас самое большое количество баллов получил Антон. Антон, ваша задача на протяжении полутора минут дать презентацию как правило. Вы готовы? Легко, свободно, не понужденно. Евгений, а я с вашим решением. Я прошу вас, Катур, Турчик, она буквально на одну минуту покажет. Евгений, я предлагаю вам поменять дислокацию и присесть. А, вы хотите? Давайте я сделаю. Вы еще хотите показать? Ну, давайте. На самом деле, у нас с вами будет еще для этого. Да, вот я хотела первичную делать, но я с удовольствием могу вам такую возможность дать. Да, пожалуйста. А, вы перебрадите на область. То есть, вы хотите, чтобы я вам была? Давайте я вас не знаю. Не вопрос, не вопрос. Сейчас все сделаем. Прям много выручки для этого есть в замещательном агрегате. Так. Последний, правильно? Хорошо. Во всю, да, сделать? Скажите, вам будет удобно там или здесь? Здесь, чтобы не загораживать. Чтобы не загораживать на роду экран. Я поняла. Ну что ж, вот можно так, да? Чтобы мы точно вас хорошо видели. Да, пожалуйста. Итак, продолжение тренинга. Я хотел бы... Дубль два. Понимаешь, я не твою ставила, а свою... Все прекрасно. Все нормально. Все нормально? Все прекрасно. Я прямо готова. Итак, в продолжение тренинга хотел бы я расстоять много о своей компании. Свердлог – это центр сертификации и продукции, показывающий профессиональные услуги в области сертификации и получения рассчитывающей документации по всем и тому же союзу, то есть в таких странах, как Россия, Казахстан и Беларусь. Немного чего. Наша компания уже несколько лет спешно занимается сертификацией и депларирует соответствующие продукции. Сотрудничая с ведущими испытательными лабораториями нашей страны, мы, видно, оказываем услуги по сертификации. На данном слайде вы можете тоже ознакомиться и прочитать нашу компанию. Мы ценим время наших клиентов, поэтому обязательно сертификация продукции в нашей цепи сертификации. есть возможность оформить, получить различную документацию и широкий спектр по минимальным ценам. То, что, допустим, это как девиз нашей компании. Получение услуг в краткой сроке по минимальным ценам. Так, как я уже и не говорил, то, что у нас происходит, это физкоциальные специалисты, то есть мои коллеги, и специальные лаборатории, с помощью которых мы осуществляем эти услуги. Расскажу немного о преимуществах нашей компании. Выбирая работу с нами, вы получаете следующие преимущества, такие как бесплатные консультации, профессионализм на высшем уровне, богатый опыт решения и служащих задач, высокая скорость подготовки документов и так далее. В общем, все. Спасибо за внимание. Если какие-то вопросы будут, то вы можете задать. Ну, а теперь хочу спросить. Из 10 баллов, Роман, насколько баллов купили? Виталий, насколько баллов купили? Выступление? Виталий. 7. Евгений, насколько баллов купили? 5. Пять? 5. Ну, нужно 5. A Pasteur. Потому что у нас было следующее. Вот теперь смотрите. Я веду тренинг и говорю вам, господа, посмотрите вот сюда. Да, потому что сейчас мы с вами будем проходить такую продажу. Продажа это такой-то процесс, а управление, это ведь деятельность, когда люди управляют другими людьми. Да-да-да, для этого нужно ставить цели. Вот посмотрите, видите, техника постановки целей. Техника постановки целей, ты и ты. Поняли, да? Ну, скажи, пожалуйста, Антон, что сейчас было? Это я еще не произвела тебя, как нас не догонишь, потому что было... Помнишь, да? Да, точно. И тогда запомните раз и навсегда, когда вы работаете, вот этого агрегата у вас нет. Если вы приехали к клиенту, привезли за собой средства массовой информации, да? Компьютер имеется в виду. Я всегда говорю, он живет своей жизнью для кого? Чтобы наглядно показать клиенту. А если я это все сам сделал, то я знаю, что здесь есть. И поэтому на всех презентациях всегда говорю, даже не смотрите туда. А если я смотрю, то на одну секунду, чтобы посмотреть тот слайд или не тот. Потому что если вы начинаете отворачиваться, то к Роману вы стояли одним замечательным местом. Вы помнили, каким, да? А ему, видимо, было от этого, как и всем клиентам, не очень комфортно. Поэтому вот они, ошибки, какие были. Я хотела вас раньше остановить, но я вам дам сегодня ночь, для того, чтобы завтра мы с вами сделали дубль два. И это дубль был. У всех, кстати, говорили. Потому что через него все пройдут. Так, чтобы оно просто, да? Потому что если вы что-то делаете, то это основной ваш продукт. Вы должны его знать совершенно точно. Это будет. Я просто вам показала. Только что я дала вам знание, как это делать. Правильно? И пока вы помнили про себя дорогого, вы еще как-то что-то здесь смогли рассказать. А как только про самое дорогое, то, чему посвящен тренинг компании, мы начали читать. И все эти правила полетели сразу. Итак, я готова прийти к тому, что у вас здесь написано. Что касается символа, то по символу я смотрела самооценку человека. Ваша самооценка. Для того, чтобы я могла эту самооценку просто вот, ну, точно поставить точку над этим, по-моему, этого. Я попрошу вас сделать сейчас маленький тест. Чистую страницу. Любую в вашем задачном материале. Только быстрее. Любую. Можно к самому конце, вон, углубнее всего. Итак, вы открыли страницу. Я попрошу вас сейчас. За две минуты на этом чистом листе будет нарисовано сказочное, необыкновенное животное. Животное, которое не существует. Господа, у вас две минуты максимум. Время пошло. Две минуты. Время пошло. Нарисуем? Да. У нас девушки более творчески относятся к заданиям. Да, давно не рисовали. Прекрасно. Прекрасно. Просто замечательно. Итак, время подходит к концу. Закончили. У нас тут их не одно, тут три, конечно, мы не успеваем. Я правильно понимаю, что то мы на работе, где-нибудь на улице. Ну, а как еще? Так, хорошо. И теперь вам, Елена, единственное, потому что у всех по одному. Нужно выбрать одно, которое к вам ближе. Чебурашка. Чебурашка. Не вопрос. Фоерная. Будьте добры. Как он существует? Если вы его увидели, вы бы его на нас не звала. Будьте добры. Назовите свое животное. Подпишите. Работаем в темпе. На каждый ответ несколько секунд. Второе. Ваше животное живет на этой планете, на другой планете, в сказке, в параллельном мире. Прям подписывайте. Только ответ. В сказке, в параллельном мире, на этой планете, на другой планете. У вашего животного есть дом. И если есть, то какой? Одна, давай, бедлогой. Ему не надо, он в небе живет. Или на дереве. Ну, подумайте сами. Просто живет и все. И пишите где. Дальше. Там, где оно живет. Оно там для чего нужно? Вот для чего это животное там нужно? Может быть порядок наводить? Может быть там кого-то трейсировать? Может быть кого-то есть? Может быть настроение кому-то поднимать? Вот для чего оно там нужно? Дальше. Ваше животное мужского и женского среднего рода. Ну, оно же сказочное. Мужского и женского среднего рода. Дальше. Такое, как ваше животное. Одно, таких мало или таких много? Одно, мало, много. И последнее. Сколько лет вашему животному? И дальше тире ставите. И сколько такие живут? Ну, сказочные. Все. А теперь, пожалуйста, ставьте глаза на меня. Кто не может дать свое животное? Ну, что я показала? Поехали. Смотрите, я на самом деле, завтра, когда закончится тренинг, каждому из вас оставлю, ну, попрошу так, да? Ну, я уже парень сейчас закончу просто. И каждому дам обратную связь. Потому что некоторые вещи я буду говорить при всех, а некоторые скажу только один на один. Хочешь? Ну, потому что вы немножко разные, да? Смотрите. Вот у нас два животных. И вот он у нас еще животное. Это и то, и то, и то. Вернее, символы. Одно и то же. Размер рисунка соответствует самооценке человека. Как вы считаете, для менеджера, который будет управлять клиентами, а для человека, который в принципе может управлять, самооценка нужна? Конечно. Без этого управление просто невозможно. Дальше. Поэтому размер имеет огромное значение. Имеет значение штриховка. Любая штриховка показывает уровень тревожности. Подчеркнутые глаза, очки дают уровень тревожности. Дальше. Подчеркнутые уши рассказывают о том, что человеку много информации сейчас и серьезно движется. Дальше. Если мы посмотрим на то, как расположено животное, если оно больше сдвинуто у вас на стивилизованное, вы смотрите влево, значит, человек больше живет в прошлом. Если живет по центру, это настоящее. Если больше сдвинута вправо, то это будущее. Вот у романа оно как-то гармонично расположилось почти по центру. Голова в прошлом, а хвост в будущем. То есть каким местом он стоит в будущем, как вы понимаете. А это к вопросу об управлении. То есть если ты не знаешь, куда двигаться, ты можешь знать, куда вести клиента? Нет. Поэтому проблема в настоящий момент нужно будет подумать о том, куда. А размер хороший. Тут гораздо выше, что более коварное. А здесь вот прямо замечательно. Только единственное, что меня не устраивает то, что я сейчас делаю. Это у вас прям, а у меня. Я про вас говорю. А здесь у нас все-таки такое животное интересное, да? Которое на душе у него доллар. Да, энергетиня, энергетиня. Вот здесь, да? В душе. Вы меня поняли, наверное, более правильно, если бы я написал реально, что я хочу. Это кто? Это реальный человек. Это реально человек. Но он не очень реально, он сказочный же, правильно? Да, кстати говоря, обратите внимание, видите на лапке этого животного, открытые ручки такие. Говорит о том, что коммуникальный человек с удовольствием разговаривает, с удовольствием строит коммуникации. Не всегда умеет это делать, но зато с удовольствием открыт. А вот так, ну не бойся. Все было так неплохо. Я же помню, как было. Я потом все расскажу. Не торопись. Я же не все рассказала, только сказала то, что можно было на группе. Дальше. А здесь у нас, да, все-таки, когда вы рисовали, то есть реальный человек, но если вы, он у вас какой-то памяти, да, и он ваш, то вы, в принципе, здесь рисовали только одно, самого себя. А, соответственно, все ответы, которые вы дали, вы помните, как вы сказали, да? Судный перевод про себя. Господа, вынимите руки у кого, животное женского рода. Я вас поздравляю. Ну ладно, там, да, у нас Ольга, но Виталий, да, пора уже, да, пора пол определить до конца среднего рода и мужского рода. Вот наши мужчины группы, поняли, да? Поэтому, когда живут два однополых рядом человека, муж и жена, например, да, то вы понимаете, что бывает, да? Или беру на себя мужскую функцию, а потом думаю, я, конечно, посмеялась, но я это совершенно точно сонесу вам, когда буду, вам давать обратную связь, потому что все это будет ваше четкое понимание о себе. Потому что, когда ты работаешь с человеком, человек осознанно или неосознанно, как Роман говорит, я чувствую его. Вот именно он чувствует. И одни видят, потому что знают сигналы, а другие только чувствуют. Поняли, да? Дальше, господа. Вот я посмотрела все вот про вас, послушала, то, как вы рассказали про себя, про то, чего вы достигли. Молодцы. Группа, которая учится, которая движется, и мне было очень приятно слышать вас и слушать. А, соответственно, я с вами готова переходить к непосредственно самим продажам. А вы сами понимаете, умение коммуникацию вести, а вы сейчас презентацию вели, это же умение разговаривать. Я сделала первый срез, как вы умеете разговаривать в ситуациях, когда вам все-таки идет какое-то напряжение, да? А новый клиент каждый так или иначе вызывает у нас напряжение. Мне многие говорят, а как от этого избавиться? Знаете, вот сколько раз я веду тренинги, и каждое утро, когда я начинаю вести этот тренинг, я немного волнуюсь. Это говорит о том, что мне моя работа не безразлична, поэтому быстрее плюс, нежели минус. Но если ваша тревога блокирует ваши мысли, то это говорит о том, что с этим нужно просто-напросто поработать. Хотите скажу почему? Посмотрите, в нашем мозгу есть такое пространство, это не весь мозг, это не всякая головная мозга. Если это просто в нашей коре головного мозга есть определенное пространство, которое отвечает за зону нашего удовольствия. Разделено оно образно на три части. Если посмотреть две из них, я сейчас не знаю в подробности, да, оно относится к животному миру. Мы с вами животные такие же, которые живут на инстинктах. А одна часть относится к человеку, и она живет на достижениях, преодолениях. Когда я преодолеваю что-то. Скажите, когда вы выходите сюда и работаете, вы преодолеваете? Да. Конечно, мы обязательно преодолеваем. Когда вы идете в институт, боитесь, что не поступлю, поступаете. Вы преодолеваете? Конечно. Когда мы начинаем там бизнес, и выходим на другие работы, или рожаем детей, когда-то достаточно сложно. Мы преодолеваем? Преодолеваем. То есть это достижение. А наш мозг говорит, куда пошел, не ходил, институт, самосохранение, сидит. В зоне комфорта сидит. Ты чем туда выйдешь, ты что, умрем вместе. Поэтому руки, ноги дрожат. И поэтому вы мне говорите, да, боюсь, 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 боюсь. Клиент будет чувствовать, что боитесь? Будет. При этом, смотрите, вот это будет говорить о том, что, если я не преодолею, то значит, я не смогу чего-то достичь. А значит, на этой дороге мне нужно просто, нахрен, только что сделать, достичь, преодолеть себя. Можно? Можно. Это технология. Дальше. А вот это основная часть людей. Как и ваших клиентов тоже. Которые любят жить в зоне комфорта. А зачем тебе друждаться? А зачем делать вот это? А зачем я сейчас буду 24 часа в сутки работать? Или некоторые святые начинают рассказывать о том, как у них жизнь тяжелая. Что они очень много работают. И по 12 часов в день. Я говорю, что не по 18, значит, вы живете очень хорошо. Значит, вам просто повезло. Потому что, когда человек направляет свою мысль, а ведь наша мысль, да, она движется. То, о чем вы больше всего думаете среди дня, то вы в большей степени и получаете. Будете думать, как кататься с горки? Будете хорошо кататься с горки. Будете думать, как с клиентом работать? Прекрасно. Будете получать. Будете выиграть? Будете очень хорошо играть выиграть. Вот что больше делаешь, в том и достигаешь. Поэтому вот убрать вот то, что в большем количестве в нашем мозгу, и для того, чтобы преодолеть вот это очень цельнозное искусство. И мы пришли с вами к преодолению или к наработке зоны человеческой, к искусству продаж. Открыли, пожалуйста, ваши разрешения. Я на второй странице. И у вас написано волшебное слово. Продажа. Вы пишете, да? Продажа это. Я попрошу вас сейчас рассчитаться на первый и второй. Роман, с вас начинаю. Первый. Второй, первый, второй. Первый. Спокойно. Вы третий. И работаете со мной. У нас два первых и два вторых номера. Сейчас я вам расскажу. По одному фломастеру и по одному листочку бумаги. И попрошу сделать следующее. Первые номера у меня уйдут вот на этот, на лимпах сидите. Пока сидите. Вторые номера, видите, фломастер, у меня уйдут вообще в ту комнату. Только, пожалуйста. Там много вкусного и полного. А у меня теперь не разрешено. Я забыла сказать, что мы с вами через час обед. Значит, вы уходите и через три минуты, хорошо, четыре, возвращаетесь. И на этом листе написано, продажа это. Дайте определение, что на ваш взгляд такое продажа. И докажите свою версию. Вдвоем вы не будете доказывать. Будет один человек доказывать. При этом, в глазки смотрим, ручками машем, ноги стоят прямо. Мы работаем. И каждый раз, когда вы будете работать здесь, вы будете отрабатывать то, что вы с вами уже прошли. Помните, это ли, как вы сейчас вышли? А руки все равно пошли туда, куда надо. Потом вы вспомнили, достали их. Потом, начисти, нельзя так хлопать. Это прямо на вашем лице было написано. Я даже срывалась. Поэтому мы два раза подряд отрабатываем. Поэтому помните, кто здесь стоит, тот и работает. Молодцы. Итак, через четыре минуты, сейчас время пойдет, вы возвращаетесь. И здесь написано, продажа это. И вы доказываете свою версию. Работаем. Поехали, Амират, до свидания. Туда пошли, верно здесь. А мы, сколько мы сейчас делаем. На троих с вами, да? Возьмем себе зеленый фломастер, не будем повторять. Хорошо? Я готова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...